Зарубежная техника на дорогах СССР встречалась нечасто и неизменно приковывала к себе вниманием. В основном, если и закупали что-то, то грузовики или другие машины для серьезных работ. Обычным гражданам приходилось довольствоваться продукцией отечественного автопрома. Заводы, выпускающие легковые автомобили, хоть и старались, но не могли перекрыть растущий спрос на личный транспорт, и здесь на выручку приходили мотоциклы, которых в СССР было действительно очень много. Они были доступны по цене и возможности их приобрести без простаивания в длинных очередях. В конце 80-х, пожалуй, самым популярным двухколесным транспортом был мотоцикл Иж Планета 5. Его технические характеристики и приемлемая цена очень привлекали. Этот легендарный мотоцикл легко узнает любой современный мотолюбитель. А вот и его наследники практически забыли. Многие считают, что на Планете 5 выпуск линейки завершился. Однако последней стала все же не пятерка, а семерка. Новая Планета внешне от пятерки отличалась, но в целом имела больше общего, чем различного. На мотоцикле стоял четырехтактный одноцилиндровый мотор объемом 250 кубиков. Агрегат выдавал мощность в 20 лошадиных сил. Двигатель имел воздушное охлаждение и смазка в него подавалась раздельно. Коробка передач на Планете 7 пятискоростная, в отличие от пятерки, где трансмиссия имеет 4 скорости. Масса мотоцикла 160 килограмм, и он способен увести до 170 килограммов груза. При этом максимальная заявленная скорость 120 километров в час. Сильно экономичным мотоцикл назвать нельзя. Расход топлива примерно 6-7 литров по городу. На трассе при оптимальном цикле выходило 4 литра. Несмотря на то, что Планета 7 зарекомендовала себя как самый надежный из всей линейки мотоциклов ижевского завода, положенной славой ей уже не досталось. Времена менялись, и мотоциклы уходили в прошлое. Так что сегодня многие даже не узнают Планету 7, повстречав ее на улице. А вы встречали мотоциклы иж Планета 7. Субтитры создавал DimaTorzok